nox активировал премиум на ваш канал спасибо nox так подождите-ка ребята щас я быстренько все здесь запилю яри поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает спасибо за 3 на 3 спасибо джори тебе большое так 19 все-все переименовал все запилил отлично спасибо nox спасибо юри люцифер против кванчи у нас первая игра это старлайн как вы поняли см готов эсэп готов Продолжение следует... Ну что, посмотрим, как у нас Люцифер с Кванчей отыграет. Один протс в этой группе Кванчи, соответственно. Арктур также еще с Матвеем здесь присутствует. Два тирана, второй матч будет ТВТ, соответственно. Так, слышал озвучку какую-то интересную. Так, запись будет. Запись будет. Позже я все буду выкладывать, соответственно, ребят. Будем мы все это дело смотреть. Отдельно выложу 3 на 3. Отдельно этот матч Старлайн Челленджера. Ну что, Кванчи 16 в робочек на мейне на второй перевод. Здесь 3, здесь 1. Ну, нужно такие моменты видеть, направлять. Но это мелочи все. И играет он в робот, точнее Твайлайт. Первый блинг и робо играет. Есть пилончик, как вы видите. Не стал выставлять оверчаж. Чуть пожадничал энергией. Хотя, мне кажется, последним выстрелом как раз бы рибера бы минуснуть можно было бы. Ну и готово робо. Надо обсервер заказывать. Здесь заказана призма первая. Почему, кстати, Кванчи призму первая делает? Он разведывал вообще? Да, он все разведывал. Здесь циклон марики. Так, Медивак и Танчик заказан. Болевого тирана больше намного. Так, Кванчи куда-то попер вперед. У него тут 2, 2, 3 адепты. Сталкер один есть. Сталкера забирает. Летит домой призмой своей. Неплохие два филда от Кванчи. Немножечко затупил, правда, тирана, если честно. Так, а зачем он залез-то сюда? Можно было подвлинкнуться и просто убить. Минус Медивак все равно Кванчи делает. Да, варп сталкеров идет. Нужно собрать все в кучу. Сейчас здесь есть Танчик, правда, но можно залететь с призмой и попытаться минуснуть. Здесь Либератор на муве мимо пролетает армия Процесса. Ну, здесь есть пилоны, и я думаю, Кванчи легко достаточно должен отбиваться. Хотя вот если отсюда-сюда разложиться, может быть и больно. И вот здесь вот, смотрите, нет пилона. Тоже ошибка для Процесса очевидная сейчас. Так, делает залп танк. Ну, сталкеров очень много. Можно в лоб пробивать уже идти, по-моему. Кванчи видят диспозицию прекрасно. Сверху танк один на ХГ заходить. Покусить танк, который на мэне есть. Что и делает Кванчи. Сейчас раскладываются с Н3. Сейчас Гвардия нарубается. Марики дэмэджи практически не наносят. На мэне также танк появляется. Нужно подблинкнуться под него. Подблинкнулся забрал. Здесь Либератор был уничтожен. Чем, кстати, я не понял даже он был уничтожен. Потому что я все пропустил. Это 1-0 Кванчи. Изи. МККЮСЛЕЙЕР. Я не понял. Что ты пишешь? Нет, Кванчи это не Мината. Кванчи это Кванчи. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, ну что, Кванчи 1-0. Быстренько справился с Люцифером. Но у нас здесь, как обычно, соответственно, на Старлайне. Сначала Венера, потом матч будет лузеров. А потом только Венерский матч и Десайдера матч. Ну, так, я думаю, будет интереснее. Вторая игра. Кванчи Люцифер. Открою окошечко. Кванчи это, собственно говоря, ГМЛ. ГМЛ. Проц. Так, интересно здесь такой вот Кванчи пилончик пошел. О чем он говорит, даже сложно сказать. Здесь пробочка заезжает. Рипер в продакшене. Сэшку Люцифер ставит на мэне. Странную Сэшку Люцифер ставит на мэне. Должен я дополнить. Хорошо, подблочил. Секунды три выиграл. Вообще пробку заблочил здесь. И что в итоге? Кванчи, если здесь что-то хотел построить в этой пробке, то все, план провалился на самом деле. Рипер летит вперед. Еще и проверяет рипером здесь все. Люцифер обнаруживает пилон, но больше ничего не обнаруживает. Ну, а пилон убивать? Что тут говорить-то? А что полетел? Пробку ловить. Да, еще одна пробка пытается приехать сюда. Но хитрый Люцифер перехватывает. И перехватил ведь. Так, что за обрет с рейтингом стримеров? Как неправильно отображается. Что неправильно там отображается? Там все правильно абсолютно отображается. Слава голаамам. Привет, Саксэсфул. Привет, Саксэсфул. Это надо делать. Если будем 3 на 3 играть... А, ИФП, если будем играть сегодня, то это будет 3 на 3. И там я не буду точно мех тираном. Почему? Потому что там есть Паша, и может быть он будет мех тираном. Адептики идут вперед. Самое странное, что Люцифер потерял рипера, потерял здесь все, и не законтрил вообще пилон никак. Вот этот. И здесь сейчас будет гейт прям заказан у Кванчи. Адепт на рамку пришли. Один сразу же минус. Второй тоже мог погибнуть, поэтому надо уходить просто. Что делает Кванчи? Уходит адепта. Видит Люцифер, что Кванчи его пушит, и опять влетает наверх. Какая-то просто не игра, а спрашно и полеты. Взад-вперед. Туречка на мэне есть, но у Кванчи Нексус есть. Но вообще у Кванчи, конечно, ситуация по лимиту не лучше. Почему Люцифер с СС-шку не уводит, для меня просто загадка. Сейчас просто Кванчи ее может убрать. Танк делает залп. Может забрать СС-шку попытаться? Ну нет, СС-шку не забрать все-таки. Понимает, это Кванчи. Ну крит демеджа не получил. Ушел СС-шку продемеджил. Надо адептика заводить, пробовать сюда на мэйн. Или даже парочку. Иллюзии разведывать, что же здесь происходит. Ой, в это время Либератор прилетел. 9-6 КСМ-к минус. Это неприятно очень было. Здесь еще раз Кванчи попытался он ломиться. Тоже безрезультатно. Потери не в его пользу. по рабам 23-19 тирана больше. Но Кванчи еще может отстроить на самом деле рабочих. Потому что у него Нексус снизу, а у оппонента СС-шка сверху, между прочим, находится. Кванчи за блинг на АХГ делает. Кривоватый за блинг, нужно сказать. Уходят вниз, но тут 4 сталкера полу дохлых. Это печаль полная. Еще сейчас варкаться. Причем Кванчи не пытаются самое интересное, рабов восстановить. Так, здесь Либератор еле-еле улетает. Но сейчас минус него сталкера. Все-таки минус Либератор. Кванчи этого сталкера тоже с собой берет. Под блинг. Агрессивный под танк идет. Танк надо бы зафокусить. Ну, под мариками, под мародерами танк не сфокусил. ГГ пишет. Кванчи 1-1, ребятки. Ждем третью игру. Ошибается много Кванчи. Ошибается. В первой игре более четко, конечно, он пуш провел. Это факт. Кванчи 1-1, ребятки. Кванчи 1-1, ребятки. Кванчи 1-1, ребятки. Ну, что, ребят. Третья игра. Кванчи Люцифер. Сейчас пильну рекламочку в перерыве. Помните, ребят, что начался ноябрь и конкурс стримеров открытый. Я веду статистику. Вот, впилил графу отдельную на победу в марафоне. Это тех, кто поддержал материально через плеер. Соответственно, туда вписываю. Ну, и вы знаете, что просьба поддерживать. Конечно, надблоки отключайтесь на премиум и подписывайтесь. Ну, и по реквизитному описанию через плеер бомбите, поддерживайте. Громадное всем за это спасибо. Приезжает Кванчи, видит, что делает Люцифер. А Люцифер делает Рипера первого. Рипер ЦЦщика у него билд будет. А нет, смотрите, неправ я оказался. Это ЦЦеха через марика и выход в факту. Сейчас очень часто тираны так играют. А просто очень часто наблюдают, нет ли здесь марика какого-нибудь там или что-то еще. Поехал на мейн. Зачем Кванчи на мейн поехал, не знаю. Вот обычно ставят снизу просто, и марик стреляет, а не уходит. Но есть вероятность потери от Рипера в итоге пробки. Но нужно чувствовать тайминг, то есть ты понимаешь, что марик не вышел, как бы не выходит долго, то значит это и не марик вовсе, это Рипер, как бы нужно уезжать. Так, реактор заказа, зато Кванчи понял происходящее. Понял, что нету второго газа, но тирану побилдуть, а здесь и не надо второй газ. Марик, реактор, факта. Если я до этого говорил Рипер-ЦСРщика, да, Рипер-ЦСРщика, но марик факта здесь получается. Марик, реактор, факта. Здесь интересная депуха. Стоит зачем от адептов. А будут ли эти адепты вообще? Ну, будут когда-то, видимо, но пока нету их. Так, простите, ребят, что-то долго-долго спал, и в итоге поспал больше, чем надо, мне кажется. Так, бустится Кибер-Натчика на мэне. Опа, это не просто твайлайт, ребята, это вот что. Сканит сейчас Люцифер, то есть он видит твайлайт, он видит бустящийся варк, он видит гиды заказа, но он не видит вот этого здания. Но здесь-то Грейт не делался. Догадается ли Люцифер? Вот этого я не могу вам сказать, ребята, потому что я не Люцифер. Я Серега Помик, какой я черту Люцифер. Я добрейший человек души. Полетит, полетит, Фризма сейчас вперед, в точку сбора. Надо вот лететь грамотно здесь, чтобы не задевать края эти все препятствия этих. КСМ-ка снык, она видит газ, заказываешь, и здесь Люцифер может зайти на мэйн, проверить. Мне кажется, не понимает нифига, что там происходит у нас. Так, разложена Фризма. Два дарка варпятся, гейта 3, правда, может 3 дарка варпануть. Ну и как раз пока летит, КДНчик пройдет еще. Можно, ну надо пробку сюда брать, на самом деле, протсу. Если вот он так летит. Ну и надо контролить призму, ё-моё, а не биться вот в эти препятствия. Сейчас-то она опять ударится и может, ну хорошо, сюда не полетела. Тут уже минимум 48-57 по элементу. То редки как не было, так и нет. Но вот видят Твайлайт и Руба, ребята, и в Твайлайте Грейт не делается. Обязан Тиран догадаться, что происходит. Обязан просто. Продолжение следует... Ну что, жестко кланчи дарками здесь нарезал. Похоже, что ГГенчик здесь будет. Депушечки поднимаются. Третий дарк здесь уже есть. Депушечку пытаются пробить. Кланчи пробивает депуху. Добивает реактор. Еще один дарк тут прилетает. Просто одни зератулы ГГ пишут. Люцифер задропал кванчи фламбе. КСК-2 подвел друга, звал меня в кино в обед, но проспал. Сказать все как есть, конечно, надо сказать все как есть. Бывает всякое. Скажи, извини, я косичнул просто. А потому что если что-то придумывать, то ты абсос голимый как бы. А если ты девушка и так делаешь, что ты шкура, е-мое, вот и все. Всегда нужно говорить правду. Правду говорят только сильные люди, блин. Не, ну как, не всегда, конечно. Это философский момент иногда может быть и не надо. И всем. Но другу-то надо, да. Так что вот так вот. И не будем вдаваться подробностям. Подробности. Так. Не знаю, тут все добавляется, добавляется к ней, ко мне. Скоро место кончится, ребят. Не буду добавлять. Вы уж извиняйте. Так, сейчас надо зайти на Starline-канал. Что-то я не зашел. Что-то я не зашел. Так, пойду водички налью. Попью водички и вернусь. Попью водички. Продолжение следует... 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 Ну что, ребят... Арктура 1-0 повел... Отвлекся буквально на одну минуточку... И вот я снова здесь... Как раз игроки уже построили парочку зданий... А... Матвей, посмотрите-ка, что делает... Это два варака рипера... Видел ли Арктура? Нет, он ничего не видел... Матвей стоит и что-то ждет... Заходит на ХГ и видит в итоге факту все-таки... Надо уезжать ксмкой спокойно... Ну что, реперочек... Арктура вперед летит, Матвей одного тут на рампе оставляет... Еще реперы строятся... Ну что-то тут немножечко завтыкал... Вот сейчас один из реперов сюда прилетит... Начнет наваливать ксмки... Ну вот и прогорел здесь немножечко уже сразу же Матвей... Но минуснет он реперка... Это хорошо, что минуснул... Надо сссшечку строить, сссшечку не строить... Смотрите, косяк... Три рипера есть... Лететь вперед надо убивать... Че стоит, не понимаю... Показал же, что два рипера... Со сколькими вперед полетит... А вот, наконец-то начал строить только-только... Предступков один... Четвертого, пятого ноября будет близкон... Приходите смотреть... Да, тут уже одна... Тут уже вторая игра... В туалет отошел... Степка, долго ты там в туалете сидишь? Хорошо, наверное, сходил в туалет... Игра была не самая быстрая такая... Минут семь я нашла, а восемь... Ну да не будем... О подробностях уходит назад Арктур... Здесь пять риперов... Меняется там все местами... Факта сейчас поют марики... Странно реально билд... Тут Арктура смотрю... Будет выход, видимо, в Старпорт... Риперов настроил, но вообще ими не полетел... Ничего не сделал, как бы... Ну, ПЦС их и сильно не остается... Нет, Факта на лабу все-таки... А зачем Факта на лабе? Так, летит Банша... Видит Арктур пять риперов... Мимо них пролетает... Одна очисть минуснет... Ну, четыре-то полетят спокойно здесь вперед... Ну, быстро... Так, один еще погиб... Остальные смогли уйти... Гранаток раскидал здесь немножечко... Матвей на наступление... Банша залетает на мейн... Туретки в продакшне... Туретки на мейне... Счет ты увидишь на экране, думаю, Стек... Поэтому сможешь понять, кто победил в итоге... Я думаю... Ой, скан пошел... Баншу подрезать... По-моему, без скана подрезал... Но... Не пожалел... Просканил лишний раз... По-моему, продолжал все заинтересовало Ну... Опять micro кубика... По-моему... По-моему... Позорало... В общем-то продолжается Хараск небольшой Ну у Арктура ничего особо не получилось Матвей нормально себя чувствует Матвей продолжает развиваться Прилетает Банша Циклон будет уничтожен на Мэне Нет, смотрите, кто улетел Ну депошечку значит подрезать Не надо таким циклоном идти Банша с пару ударов его подрежет И все Все, депошечку подрезал уходит Банша надо регенить хп Здесь у нас очередной реактор Что-то завтыкал с реактором На Старфорте реактора нет Стим делается, у Арктура стим будет раньше Здесь уже два реактора Струков 1 поддержал ваш канал На сумму 100 рублей и сообщает Жизнь за Юр Он сейчас нагонит все Спасибо, Теструков 1 Так вот, контрольца можно поставить сейчас Так, сейчас подгоню под контрольца Текст твой Спасибо всем еще раз за поддержку Короче, ребят, здесь продолжается движуха вся Ну неплохо Арктур здесь прессует У Матвея почему-то А, почему? Потому что здесь, во-первых, два викинга Во-вторых, Матвей завтыкал с реактором У него По одному медиваку строится Ему просто нечем танки перевезти В итоге цсечку отменяет Как? Выходом таким станчиком убил, в общем-то, Арктур Матвея В предыдущей игре Можно будет запись смотреть Ну, Фейтрайт почти правильно описал Но почти Сначала там прилетел танк Сделал тэдэш А потом марики Тра-та-та Еще прирост пришел Вот такие вот дела Ну, там был взаимный харасс до этого Короче говоря, не очень удачный Так, двойной дроп летит В нем 14 мариков сидит Сейчас Матвей спалит этот дропчик У Арктура 1-1 уже У Матвея еще 1-1 пока не готов Кажется, спалил Сейчас, смотришь, здесь Арктур ходит Но у Матвея, блин, нету третьей базы И пока не планируют, что самое интересное Пошел Матвей вперед В тылу мариков не обнаружил Но Арктура сканет Видишь, в третьей цехе нету Так, я прошу прощечу Мне прям время какое-то Судник поспал так знатно Видимо, больше, чем надо Поспал, у меня прям аж опять подрубает Это нормальное явление Здесь Матвей пришел Простреливает вторую базу Депошечки подрезает Сканит Арктура У него танков больше Всего здесь больше Грейды лучшие 2-2 делаются Танчиков пару перевез Отогнал Четыре КСМ уничтожены Которые вычинивали, видимо Идет вперед Арктура А где прикрытие танком-то? Я не понимаю Арики сзади стоят Надо все же вместе делать Арики сзади Так, проходит скан. Арктур собирается бой, принимает дропы от танки. Заходит на ХГ. Нужно ли лезть в такой проход узкий? Арктур лезет. Развалился здесь группой Марик. 43-120 по лимиту пока в плюсе. 2-2 доделал. Сейчас еще будет и... Так, вот там Арктур передропаться собрался что ли, да? Дропнулся на ХГ. Сюда прирост приходит. Можно сейчас с двух сторон будет Матвея подбивать на самом деле, как мне кажется. Там 3-3 заказано. Пошел Матвей отбиваться. Арктур стимпачится через центр. Сейчас тоже врыв будет. Правда, Марик и Бестимов что-то здесь заходят. Вот простимпачился Арктур. Здесь, короче говоря, частью юнитов улетел. Мидимаками прилетел к этим танкам. Ну, грамотно развел, что тут говорить. Сюда прилетел, отошел оппонент. Он через центр ударил. Лучше-то на два фронта развел. Привет, Овердрон. Взаимно. Двигает Матвей. Арктур 2-0. Неожиданно. Матвей против Люцифера. Арктур 2-0. Расси. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Присоединяюсь к игре. Продолжение следует... 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 Надо сразу лететь в рабов и вырезать там просто их нахрен всех. Даже вот сейчас можно было ворваться, но до появления вот этих гелионов, конечно, теперь уже никуда не ворвешься на самом деле. Зал в отгеликов минус рипер. Продолжение следует... Люцифер пытается словить здесь Матвея. Поймал несколько риперов. Остальные пытаются уйти. Так, ушли, да, три. Гранаты кидаются на геликов. Один рипер через центр летит как-то криво. Гелики заезжают сюда, конечно, неплохо. Они въехали. Здесь есть банша, но здесь есть сканы, марики. Банша отдается, в общем-то. Вроде как Люцифер мог продавить, но отдался в итоге. Здесь уже треть сэшка наращивается, количество бараков. Уже стим почти готов. А здесь что у нас? Здесь ни о каком стимпаке речи не идет пока. А, здесь и не будет стимпаку. Здесь мех играет. Люцифер. Банша на мейн прорывать. Здесь есть туретка, но она далеко не в минеральной линии вообще находится. Ну и что, можно сбить реактор, например, на Старпорте. Можно залететь к СМ, а к пару подрезать. Сбивает реактор Люцифера и улетает. Боится он за судьбу Баншета и очень, но... Не знаю, туретки не видят, что она криво стоит сейчас просто он. А на третьей базе вообще туретки. И, кстати, как нагло Матвей действует, да? Вышел на третью. Туреток ноль, блин. 85-69. Не, ну, у Матвея хорошее здесь преимущество по лимиту. Но мех есть мех. Здесь третья цеха есть. Но отставание, правда, на четверть рабочего уже фактически 59-45. Здесь уже третья цеха снизу есть, а там отсутствует, в принципе, да? Матвея, 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 да? счет. А что счет? Счет 0-0, е-мое. Что-то меня путают. Это кто сканет? Нет, сканет. Плюцифер. Центр видит, что ничего нет. Пытается периметр защитить. Сейчас здесь туретки надо раз-два оставить. Даже три. Вот здесь можно для того, чтобы отсюда дропы не прорывались. И здесь просто, да, танками периметр весь перекрывать стараться. Это шмех играл, он факторей настроил. Правда, продакшенов у них нету особых в этих факторях пока. Ой, как больно мариком минки сейчас делают. Жесть-то какая. неплохо врывается Матвей. Люцифера прибирает. 70 на 140 по лимиту. Это 1-0. Ждем вторую. Тут что-то там сверлить где-то начал. Матвей. Продолжение следует... 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 Арктур против Кванчи не знаю, кто из них сейчас сильнее, но меня удивило, я думал, что Матвей абсолютный фаворит, например, с Арктуром, но Арктур развалил. Как оказалось, Матвей развалил Люцифера, благодарим за участие, а сейчас Кванчи против Арктурчика бьется. Ну, Кванчи выиграл, соответственно... С кем он там бился-то с первым? С Матвеем он и бился с первым. Продолжение следует... Продолжение следует... Что там рычит? Дрелеры чип... Так, плюс два... Плюс гейт пошел пока у Кванчи. Почему два-то гейта всего? Третий вот, заказан чуть позже. Открывается еще один гейт. Три гейтоса будет сейчас. Так, две пробочки здесь в газу. Пошел... Опа! Пошел Робобэй. Ну, выход в колоссу, кстати, будет. Я сегодня попробовал сыграть на новом аккаунте в своем игру в блинка колоссов, типа как играл Шоу Тайм против Бьяны с Тираном. У меня получилось неплохо. Помнишь такого игрока, колопендра? Феноменальнейший игрок. Не помню. В этом и феномен, что как бы... Я не помню, а он есть, оказывается. Видишь? Короче, Марик стоит около третьего Нексуса здесь. Но его не видеть в самый интересный Арктур. Будет ли выход с его стороны? Вижу, делают щиты плюс один. Две туретчики пошло от Арктура. Вообще пока нормально. Все по лимиту больше. Да, вленились все, Вердос. Видишь, всем денег подавай там. Имба везде. Надо просто идти вперед. Если игра нравится, не будет. Ничего не получится, очевидно. Еще тоже такой момент. Просто так, без всего. Выигрывает тот, кто без всего. Кому без всего нравится. Процесс. Ну что, идут вперед, Марики. Заходит Арктур. Колоссов укусит. Вот он прямо тут бьян подъехал. Да, смотрите. Колоссов отфокусил. Танчики наваливают помаленьку. Но сейчас танки начнут отдаваться. Но, тем не менее, контроль есть до сих пор. Танк Арктур законтролил. Кстати, контроль очень даже на уровне оказался. Заходит под оверчаж. Два оверчажа на три Марика. Не надо так спешить. Здесь Глефы доделались. Выжил все-таки Кванчи. Здесь только-только третья цеха полетела. Ну и учитывая, что Кванчи выжил, в принципе, у него нормально все. У него парабам 60-51. Но боевого лимита больше. Арктур 1-1 доделывается. Здесь тоже форжа есть. Еще один колосс строится. Подходит. Плюс адепта сентря. 65-52 парабам. Здесь, блин, орбиталки нет. Тут все бы хорошо, если бы здесь успевал. Тиран орбиталки всякие делать. Экономику развивать получше. Нафиг грейды выносить сейчас на рампу. Тоже непонятный с атакой будет. Убьют сразу. Так. Джумикс. Как почему-то комменты в ГГ портрет Чариков. В каких комментах в ГГ я не понял портрет Чариков. В смысле, комментарии к моему каналу. Там много всяких разных комментариев. И, кстати, так до сих пор и не починили по топовости. Ну что, Арктур продолжает пытаться поддавливать. С Либераторами можно неплохо все сделать. Есть, правда, адепты. Адепты могут зайти в Мариков. И могут зайти в Мариков. И тогда просто под Блинг Сталкеров минус Либератор, минус Танки. Атака провалена. Поэтому нужно Тирану иметь в виду такие моменты, что должен быть баланс, чтобы достаточно био было, которое прикрывало бы Танчики. Здесь попытка дропа пойдет сейчас. Вот Арктура. Либераторов надо бы взять, видя здесь выход. Дроп, кстати, в тему зайдет сейчас, потому что Кванчи идет вперед. У него тупо нету даже призмы с собой. А он куда-то поломился. Ну что, надо врываться. Здесь есть Мазерпорт. Пошли у вертяжа. Нужно ко второй базе развернуться. Но улетел, улетел. В итоге нормально Арктур. Здесь Сталкер пытался Либератора подрезать. Не подрезал. Главное, не отдался. Это самое главное. Арктур 6К ММР. Ну, я вижу, что Арктур очень даже неплохо играет, потому что у него вот вторую игру уже подряд. Вижу, грейды делаются по неплохому таймингу вполне. То есть 2-2 против процесса двух атак пошло. Но тут 2-1 будет тоже. Микс неплохой. То есть успевает все подконтролить. АПМ 309. Не, Арктур молодец. Неплохо смотрю. Так, ну, это значительно раньше, чем я в предыдущие разы... Значит, ну, лучше, простите, чем я в предыдущие разы видел. Нужно вычинивать единственное вот этих юнитов. Танки Либераторов успевать еще. Желательно. Но лимит у Арктура больше, чем у Протаса. Причем викингов достаточно, чтобы развалить колоссов нафиг вообще всех. Вот заходит вот у нас Протас. Арктур опять раскладывается. Но не вычинивает. Это вот ошибка, что не вычинивает, конечно, он здесь ничего. Так, Мариком тоже стимпатчился и видит, где Протас находится. Либераторы опять непонятно, что закрывают. Ничего получается, они не закрывают. Так, будет замес? Нет, пока замес не планируется. Ну, тут вперед пошел сам Арктур. Стимпатчился. Вне... Вне своих поддержки. Хорошие залпинки. Викингами колоссов всех срезал. Здесь марики, правда, подтупили немножечко, но ничего страшного. Залп по минкам пошел. Две минки, которые как раз-таки должны были стрелять. Уничтожено. Один все-таки будет подрезан. Дестабилизатор. И Арктур вперед пойдет. Уже гасты поперли. Е-мое. Блин, Арктур-то действительно... Ну, теперь Вердос сказал, и я вижу, что... Что действительно у Арктура нормальный ММР. Он, в принципе, неплохо играет здесь, да? Что за звуки постоянно? Откуда они приходят? Не пойму. А-а-а. Откуда-то может открыть что-то? Непонятно. Неплохой залп от дестабилизатора. Одного все-таки Артур подрезает, но нужно аккуратнее быть. Второй стрельнул... Ой, как больно. Тот стрельнул предыдущий. Нужно копить прирост. Сейчас четвертый собирается занимать. 183-164 по лимиту. Кванчилл бегает по сцене. Ничего не получается. Так, Вердос. Как у них такой ММР у меня меньше? Нам-то не гони! И фигу, как говорится. Нам-то не гони. Где там у тебя меньше? Как у тебя может быть меньше? У тебя явно за 6к. Еще викинги уже сели. И куда они сели? Чтоб вот так вот им прилетало? Ё-моё, как прилетает Ацли сейчас просто. Не слабо кланчить здесь, а стреливает Арктуру юнитов. Ну, Арктуру упорно идет вперед, но Либераторы теряются. Правда, Био продолжает давить с Викингами, но пошел до Варп. Призму надо заминусовать. Призму заминусовал, но Викинги раскросаны просто как игрушки сейчас. Био не хватает здесь, чтобы убить. Новые Либераторы прилетели, 4 штуки. Лимит ровный. Короче, надо предельно аккуратным быть. Арктуру 3-3 не заказано. СС-шику на 4-ю не переводят. Ну, сделай все ключевые экономические действия. СС-шику сюда привел, Грейд и заказал. Атакуй. Делай, что хочешь, в общем-то, потом. А зачем пока ничего не сделано атаковать, лезть? Так, здесь фотонок на мэйне есть. На 2-ой нет. На 4-ой вот. На 4-ой. На самых крайних базах всегда должны быть потом. Вся вероятность дроб высока. Очень-очень. Передроб идет от Арктура. На мэйн. Да, на мэйн летит. Мазеркор где? Мазеркор непонятно где. Дробнуться надо на мэйн. Здесь же Либераторы бомбят со всех сторон. Он понимает, Арктур, что пора уходить вообще. И он уходит. Сейчас еле-еле ушел на самом деле. А Либераторов-то уже порядочно. Причем процесс по узкому проходу вперед выдвигается. Пару медиваков подрезал. Но повезло Арктуру, что это были... Погодите. Или это были не пустые? Похоже, что там были не только пустые подрезаны. Потому что лимита сейчас уже 130 на 170. Хотя нет. Тебя просто планчи перематил сейчас резко Арктура как-то. За счет того, что он четвертую цельщику поздно поставил. Вот так вот в итоге случилось. Опять идет какой-то выход. Выход с двумя медиваками вообще без энергии. А нет. Наоборот полная, ребят. Прошу прощения. Полная. Наоборот. Ну что, с темпач Сарктур. Либераторы по земле неплохо бомбардируют, конечно. Но био очень мало. Сталкеры зашли в тыл. Бомбят и темписты похожи на 1-0 в пользу. Хотя нет, смотрите. По лимиту почти ровно стало. Боевого даже больше у Арктура. Но он сейчас потеряет. Ключевых юнитов много здесь. Вот, блин. Еще от Сталкеров идет. Минус Мародер. Минус Викинг. И много-много насбивал здесь кванчи. И будет прессовать сейчас темпистами. Штормом и Мортал есть. Серьезный, короче, прессинг. Можно немножко даже отодвинуть. Не выдержал Арктура. Конкур ломанулся, отдался. Так, кстати, нужно текст 2 обновить на конкурс. 200 рублей еще прислали. Спасибо всем. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Банчи против Арктура. Поехали. Спасибо. 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 В Варкрафте запрещены. Запомни. Можно перебендить все. Хотя Блай говорил, что что-то вроде там разрешено. Ну вот макросы, где много комбинаций, насколько я понимаю, запрещены. Но всякие такие темы, как быстрый варп, фишки за другие расы разрешены вполне. Так. 1-0 Кванчи ведет. Здесь у нас Twilight ранее от Кванчи. Второй Nexus готов. Уже надо раскачивать. Здесь реактор Марик. Марик реактор, точнее. И факта Старпорт. Возможно передроп минки будет. Невозможно. Скорее точно. Либо как делает, возможно, Ютермаус. Сначала он дропает 7 мариков, потом он дропает 3 минки еще позже. Привет, Рейнбит. Минка. Так, минка тут. С краешку за рабочими копается. Второй бальс пока нет ничего. Марики тут около рампы встали. Ну иди, иди. Иди еще, я не план не иду потом. Мазеркот тут камни пробивает. Что, нагладить себя маленько? Что это там прикусывает у меня, а? Уже сходим я. На турник хочу сходить. Упокойся. Ну, перебендживать ты хоть куда можешь. Ну, макросы, я, запрещены, уверен, что. Макросы, это же халява. Давайте забиндим вообще там все. Так, что за быстрая инъекция, я даже хз. Можно почитать где-нибудь в правилах есть, что запрещено, что разрешено. Улетает недевак, но тут Арктур немножечко подхарасил мариками. Да, билд это ютермаловский билд. Я верное предположение сделал. Сейчас будет передроб минок на вторую базу. Вот он пока вообще никак не реагирует. Минки копаются. Ой, как больно, рабам тут. Блин, и то на самом деле я скажу вам, что погибло как-то немного рабочих для такого передроба. В это время марики на мэне зашатали мазерпор. Пытается Арктур подрезать еще и гейты. Можно опять дропнуться на вторую базу. Надо загружаться, улетать. Блинк есть. Е-мое, как извиженно четко вышел сейчас мариками. Здесь Арктур. Вот, передроб минок на мэнь сейчас идет. Впевает кванчи в этот раз реагировать. Лучше значительно, чем в прошлый раз. И еще минками улетает при этом всем. 39-32 парабам. Здесь добыча восстановлена. Идет вперед кванчи, собирается подпушить. 74-59 по лимиту, но кажется, что здесь уже нормально-то не подпушить. Тем более бункер есть. На бункер что-то посадить пару юнитов хотя бы. Так, здесь танчик надо разложить. 71-81. Боевой уклончик близок к Арктуровскому. На мэйне два танка. Вот один, правда, не разложен почему-то. Я не понимаю, почему. Очень долго он раскладывает. Мариков в бункер не посадил ни одного. Тоже ошибка. Три-четвертый газ не добавлен. Реактора на Старпорте нечто долго соображает. А, ну здесь минкель это дропается. Зато можно вон одну на мэйн привести. Все, танчик разложил. Молодец. Будет третий раскладываться. Да тут и без раскладки. Все жестко раскладывается прямо на депошечках. Третий. Апсервер залетает. Можно сбить сразу при врыве. Но энергии тупо нету сейчас. На скан. Успел Арктур танк законтролить. Молодец. Апсом здесь видит прекрасно, что здесь происходит. Кванчи, поэтому одним сталкером танчик добивает. Решение верное. Минимизировать, чтобы сплэш. Если сталкерами врываться вот таким количеством, то нужно как-то предельно аккуратно это делать. Танки зачем-то Арктур все вниз увез. Зачем он все вниз-то увез? Либератор. Смотрите, Кванчи видит, где здесь уязвим место. Вот. Все вниз уведено. А в Старкрафте вот такой один врыв может зарешать все. И вообще не надо. Так. Ну ясно. Давайте, короче, сейчас отдадимся просто. Вардиан Шилд есть сверху. В центре есть. Танки вообще все не на позиции сейчас просто-напросто. Так. Скан тут два танка. Чини-скан. Один танк без Сиджи выбивается. Два других в бою не участвуют. Надо подвести. Либератора не разложен. Либератора прямо на сталкеров сюда раскладывать, и все нормально было бы. 86-88. Пошел очередной давар. Кмарики идут вперед. Щитов у них нету. Под блин вперед. Кажется, 2-0 для Кванчи. Это или еще рано об этом говорить. Нет, еще рано. Гриттирана лимита больше. Рабочих больше. Призму надо забрить. Призму забревает. Ну как же решает Гвардиан Шилд? Тут сейчас без Гвардиана. Тиран отобьется. Да. И смотрите-ка. Либератор-то будет раскладываться, нет? Не, Либератор не будет раскладываться. Похоже. Рабочих, кстати, у Кванчи больше. Но боевого лимита вообще нет. Практически. И уже реактор на Старкорте появился. Что тоже очень хорошо. Щиты тоже доделаются. Плюс один есть. Вычинивается Либератор. Можно вперед идти пробовать сейчас Арктуру. Так, стиминка здесь живая в Медилаке. До сих пор висит. елова-былка. А-как-как. Взделай-вы. Тихо. Взлетаем. Да-былку. Сторон. Соответственно. Немного. Взлетаем. К testament. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кванчи, конечно, пытается в третий Никсус выйти, но я думаю, в контратаке должен Артур его заминусовать. Ну, вроде как в этой игре четко Тиран отыграл, да? Принимает бой со Сталкерами, их явно недостаточно, пытается Кванчи отступить. Теряет на отступление несколько Сталкеров, 82-121 по лимиту. ЦС-щика третий сразу перелетает, здесь надо все Сиджи снимать, выводить сюда, брать. Да и можно вперед идти, на самом деле, уже Тиран. Ну, Тиран пока об этом не знает, что ему вперед уже можно идти. Два танка зачем-то здесь оставил, а, ну, он два сюда просто перевез, видимо, я так понимаю. Какой-то Марик побежал за ним, медиваки полетели, медиваки лечить полетели, понятное дело. Так, здесь дробчик адептов, никто не прикрывает вторую базу от адептов. Ну, они серьезно призманы, а, думаю, же здесь туретку надо ставить. Да, правильно, Артур, даже две сразу ставят, не стал жалеть ресурсов, тоже верное решение, я думаю. Ну, сидеть здесь до бесконечности тоже смысла не вижу. Если оппонент выйдет в колоссов, а кланчи второй роба добавляют, обратите внимание, с двух роба, либо в дестабилизаторов много, может быть, и, на самом деле, больно Тирану. Так, танчики забирают, вроде как Артур, но не все один забыл, вот пятый танк здесь, а надо бы все брать, в таких случаях, что танки, они и дома-то тут, он криво стоящий на обороне, что он сделает, где-то здесь, может быть, если бы он стоял туда. Так, обсервером все прекрасно видит кланчи, пытается подраться, Артур стимпачится жестко, много хп теряет, но, с другой стороны, медиваков тоже много. Танчики дропают, спилон сразу же уничтожен. Танки вот нужно, в чем прикол контроля танков вот этих, их нужно постоянно вперед перевозить, если не успеваешь, сложите на муве, прийти, рассиджить заново, ГГ, пишет Кванчи, Артур 1-1, Артур-то, смотрите-ка. Все-таки, да, все-таки, да, битва равных игроков, но вердос, 6К ММР у Артура, у Кванчи 5900. Все-таки это уже неплохой уровень. Все-таки, да, все-таки, да. Так, захожу в игру. Все-таки, да. 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 , да. Все-таки, да. , да. Все-таки, да. забывало. , да. , да. Немножечко. , да. 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 Лепт забревается, все-таки, мазеркора нет. Кванчи покидает матч, что-то у Кванчи маленечко даже бомбануло такое ощущение. Вот. Ну, в такой игре у меня б тоже бомбануло, когда Оракул прилетает. Это печаль. Десайдер, матч Кванчи против Матвея. Ну, на самом деле Кванчи нас спасает за то от унылого Поэтому от унылого ТВТ будет веселая ТВП с его участием. Продолжение следует... 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 А, вон, кстати, на ГГ же есть в правой части топчик Субтитры сделал DimaTorzok Так, видимо, Матвей рейтинги катает Здорово, Симыч РФ Так, не надо, ребят, меня добавлять Потому что место Ну, я стараюсь, чтобы только игроки здесь были Чтоб удобно мне было бы заходить Поэтому я вообще подчищаю Стараюсь к его все это дело Потому что, ну, я понимаю, конечно, но Вы меня и так всегда видите А вам зачем это, чтобы в игру попадать В игру вам все равно не попасть будет Вы можете просто добавить и видеть Онлайн, я не онлайн в игре, не в игре А обоюдного, ну, я не буду делать Потому что здесь места-то ограничены Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, пошел онлайн, все, пришел Матвей, отлично На пятое место в рейтинге Ну да, как-то прям странно Субтитры сделал DimaTorzok Ну, всякое бывает, ноль зрителей, что тут говорить, ребят? Наверное, это какой-то баг этого рейтинга Я надеюсь, что все там будет пофикшено просто Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, профессионально я играю for fun Профессионально я не собираюсь участвовать в турнирах По Старкрафту, естественно Короче, ребят, по поводу вопроса У меня нету возможности это делать уже Мазеркура адептик здесь у нас строится Мазеркура адептик здесь у нас строится Бегу, Марк! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, здесь адептик Попер Адептик телепортируется Что Гоу-Пойска? Антон Ты подписался на меня? Ну, молодец! Найдешь еще 929 человек Дадут 10 рейтинга Так, Гоу-Пойска Не, Гоу-Пойска Бесполезно играть Там все топы играют Да и нет смысла, когда Если ты не тренишься полностью Для победы на любом турне Или нет смысла играть никакой Неважно Неважно Какой призовой По фанк, иж можно поиграть Пристройка завершена Так, идет в армуре На мэн сейчас Ванчи пытается прессовать Здесь два танка Хорошо, очень прям бомбят Так я смотрю Адепты с плюс один Между прочим Нужно их как-то законтрить бы здесь Телепортируются адепты вниз Танчик подводит Сейчас Матвей ближе 55-50 по лимиту Здесь надо адепты расковырять Что и делает, в общем-то, в итоге Матвей Танчики здесь все еще бомбят Нужно контролить Танки нормально Против адептов этих Адепты непонятно Что-то делают Будут телепортируются Да, к Ванчи сейчас А зачем он так телепортируется? Я еще даже не понял Зачем? Так, танк Матвей Законтролил Молодец Подводит Ближе еще танк Адепты врываются На вторую базу Телепортируются Один-единственный Его КСМки запиливают 54-57 по лимиту Так, количество зрителей В рейтинге Раз в сутки Обновляется Об этом речь идет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что Отбился от всех Харасов Матвей У Кванчи Делается в линг У Кванчи Треть нет У Кванчи Дестабилизатор После плюс один У Пшюта Грэйдов Больше не делал Вообще Непонятно почему Ну и пытается Матвей выдвинуться вперед С танчиками Мариками Блин Но голые Марики Здесь конечно опасны Вот так Здесь адепт прилетает Бункер Мариков Можно было бы сейчас Посадить Не садится Почему-то Матвеев Бункер Стимпак Еще не готов Мариками Стимпак Отошел Все Двух отдал Танчиков Дропают Так Чтоб газ Хотя бы Они атаковали Но газ Так Надо ближе Подвести Вот Четыре Так Четыре Танков Здесь Дробух Достает Вроде как Стабилизаторы Делают залпу Но мимо 67-69 Лимит Боевого Одинаковый Практически Адептов Очень-очень Много Пошел на лом Сейчас От Кванчи Но он здесь В легкую Разбирает Почему? Потому что Танки есть Четыре штуки А прикрыть Их вообще Нечем Мариков Тут даже Двадцати штук Не было И это Очень печально Еще против Таких врывах Минки были Очень эффективны Но минок Тоже нет Уж какие минки Факта танки Строют Изначально Сэшка Третья есть Не грейдится Рекорд Зрителен Четыре тысячи На ггплеере Было Максимально Так Сэшка Орбиталкой Стала лететь Сейчас на третью Нужно аккуратненько Идет вперед Планчи Залпы Дестабилизатор Делка Отсэшка Летит Надо уводить Ее нафиг Отсюда Танчик Подводится Танчик Сич Еще один Сич Так Ну тут Мы отвестим Патчиса По Пару лишних Раз В итоге Только хп Теряет Здесь Кланчи В легкую Друг Принимает Просто На Уверчаже Плюс Сталкера Продолжение следует маргинале поддержал ваш канал на сумму 100 рублей спасибо тем маргинале улучшение завершил ваши войска так не стало адептами кванчи врываться но четвертый нексус занял уже здесь 30 сечки здесь гасты будут тоже ну два два грейды здесь две атаки всего лишь танчики неплохо сверху выдают сканит видеть что здесь базы нет надо матвею как-то предпринимать выход какой-то судя по всему так здесь адепт телепортируется марики прямо на них приходит не самая лучшая идея мариками под адептов рваться в итоге вы видите что марики на марикам адепты наваливают нормально ой как дестабилизатор жахнул это очень больно сейчас было 21 юнит уничтожен конечно ни в коем случае такого контроля не должно быть тирана рабочие падают боевого лимит падает похоже на 1-0 пользу кванчи а Так, ну тут Панчи тоже жестко полез сейчас сюда. Но есть пять колоссов у него уже. И с пятью колоссами нечем бороться. Пятый Нексус уже пошел, вы видите. Опять жесточайший залп, девять юнитов уничтожено, еще и по танку попало. Еще залп идет. Так, здесь Темпист уже пошел. Но если тиран сейчас что-то не предпримет, да а что он уже предпримет? Да, у него два-два, но здесь три атаки есть, вы видите. Заходят адепты, контур-рым сейчас. Танчика один достает, второго не доставал. Мародер сейчас погибнет, мародера убили. Кванчи идет в этом направлении, здесь дистансмайнер идет. А что толку-то? Сейчас пожгут здесь всех рабочих адепты с колоссами, с тасталкерами вместе. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, короче, идет туда-сюда хождение со стороны бродца. Ну вот у него уже 200, я думаю, наконец-таки сейчас кланчи просто пойдет, на Аклике-то все это разберет. С талкерами можно было бы подлинкнуться сейчас поближе. Дестабилизаторы стреляют, здесь снос просто идет. Тирана вообще в хлам. ГГ пишет у нас. Матри. Матри. Вот так вот. Так, опять что-то меня задисконектило. Уже сегодня такое было, выхожу, заново захожу. Вот так вот. 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 Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Так вот, вот так вот. Продолжение следует... 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 Так, все эти чуваки в топе были и в октябре в топе, особенно в фомби... Он там стримит... У него там прет лавруха просто... Как я понял конкретно... Так, вижу до варп... Здесь плюс два сталкера... А, сталкер адепт... Здесь надо дропнуть... Сталкера одного... Адепта можно в принципе и завести... Сейчас врыв будет на мейн к тирану... Стим готов... Да, стим готов... Сейчас тирану нужно будет в общем-то стимпачить... Все, как можно... Так, стимпак нужно жать... Че Мариков-то увел? Че он делает-то? А че Мариков увел? Вред какой-то делает Арктур сейчас... Ой, Матвей точнее... Ну, Призма будет сбита... Абсолютно точно... Призму убивай! Призму убивай! Призму убивает! Молодец! 53... 59... Отбивается тиран... И это нормально... Это абсолютно нормально... Это очень даже хорошо для тирана... То есть... У него преимущество сейчас очевидное... Ну, Марк там... На халяву сейчас склончит... Подрезает реактор... Но... Он Заяц-калкеров потеряет трех этих... Они уже никуда отсюда не денется... Сталкера уничтожено, да... Перворождённые выстоят! Я здесь! Я вернулся, чтобы дослужить! Что заслужить! Я здесь! Слава Далаамам! Я здесь! Среди теней! Так, идёт Матвей вперёд, но здесь с Эмморталом, в общем-то, просто. С Эмморталом всё держит, перестимпачился в мясо, короче, всё дэмэджено. Вот такого просто, который так прогорел, желательно добивать, либо отменять третий Никсус. Я здесь. Случение завершено. Ошибка сейчас только что была от Матвея. Просто на ровном месте отдают юнитов дофига. Идёт передробчик, но здесь готов арк... Ой-ой-ой, что происходит? А здесь ту же сталкера Матвей пытается прорваться через эту ПВО, через всю оборону. Ничего не получается совсем здесь у нас. Матвейста, как ровно всё всё будет. Идёт передробчик. Как annually это сможет? Прилетает Либерок 150 лимита Матвея На 114 кванщи Пытается добить Пытается, пытается Матвея Есть одна аминка, один Либератор Который вообще ничего здесь не прикрывает Тут когда такое вижу, меня постоянно это удивляет Куда, куда этот Либератор Что он, куда он бомбит вообще Здесь Талкеры выходят, огревают От био-юнитов, нужно отступать 41-105, да нажми Ты с темпака, они хоть дохнуть-то так не будут Хоть и ХП потеряют Нужно отступить немножечко назад О, да, 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 да Так, подрезал дестабилизатора, Матвей сейчас уступил назад, все еще в плюсе по всем абсолютно параметрам. У Кванчи очень большой косяк, он не делает апгрейды вообще, но у него есть три роба, ну если ты делаешь колоссов, там дестабилизаторов с трех роба, дестабилизаторов слишком много не надо, понятно, что будет часть колоссов, надо атаку обязательно делать. Матвей уже просто невероятно сильно не хватает сейчас медиваков, три штуки всего и одни либераторы здесь в очередной раз. Так, минки не на позиции, нифига здесь не на позиции, заходят адептами, здесь они куда, они на мейн, нет, на б не бой телепортироваться, Кванчи он не дурак, зачем ему туда телепортироваться. Вот здесь действительно можно минок было часть окопать, либо поставить либераторов, под ними окопать минки и био где-то здесь поставить, то если сюда просто будет прываться под либераторов, то минки бабахнут жестко по нему, по сталкерам, там по адептам, по всему. Су-7-6-33, второй армор доделывается, третья атака пока не заказана, почему-то не знаю почему. Ой-ой-ой, не успел телепортнуться Кванчи, Матвей разваливает, ребята, похоже на 1-1 здесь. Всё это очень-очень сильно, жёсткий провал сейчас был от Кванчи, Мазеркор буквально секундочку не сделал телепортнуться, здесь 23 пробки было уничтожено этим дропом, я сам всё пропустил, так же как и Кванчи пропустил этот дроп, судя по всему. Медивак пытался улететь, но не улетел, дропал, кстати, даже Марик и сейчас Матвей, но он не успел дропнуться, один-единственный ГОСТ. Специалист идёт сюда, либераторы раскладываются, на пустое место опять раскладываются, вот надо на рампу сразу раскладывать их. Больно, очень больно это называется био-юнитом, но настолько гигантское преимущество, что даже два выстрела и даже три таких выстрела бы не зарешало. Если бы вот эту всю армию потерял бы, Матвей, может быть что-то у Кванчи в Кэше получилось бы. Опять либераторы раскладываются по факту, вот Кап Росна так на тебя наломился, ты видишь, что тебя больше. Раскладывай за спину ему, чтобы они постреляли хоть немножечко по нему. Матвей же, ну он боится проиграть, он бегает вперёд сейчас, но нужно принимать бой ещё один и пытаться развалить и разваливает Матвей в мясо, Кванчи здесь гг, всё-таки ходил Хаюк, Кванчи отдался, но плюс один упротся на 2-2 тирановский, это же дичь полная. Создает Magic, и я захожу сюда. Так, всё-таки да, донёс я то, что с рейтингом за посещаемость что-то не то и считали, похоже, не от 160, а от 16, короче, в 10 раз меньше считали. Ну, значит, надо фиксить это всё дело, что тут говорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Матвей сверху, ребят. Лимит боевой практически одинаковый. Нексус выносит моментально, успевает планчи отменить, но нужно успеть отступить Сирану-то, ё-моё, он сейчас может не успеть отступить. Ну вот, смотрите, войска отступили, а медиваки не бусятся. Он сейчас только подбусил и еле-еле отступил. Продолжение следует... Так, 156, 169. Нет, за записи никто банить не будет никуда. Потому что я всегда это и делал, и в правилах этого нету нигде. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, 182, 193. Очень такая напряжённая ситуация в игре. Но вот нет, чтобы пару туреток на мейне запилить тирану. Он этого тупо не делает сейчас. В итоге терпит от адептов, блин, на ровном месте. Призму, правда, не контролит Кванчи вообще. Здесь тоже Матвей оставил в честь юнитов, готов встретить всё это дело. Так, идёт вперёд Кванчи. Чипа для Вераторов приходит, очень больно ему становится. Блин, да не отбегать надо от вот этих хрений, а в разные стороны отводить. Отбегает назад, так патрон быстрее летит. Конечно же разваливает здесь Кванчи всё в мясо. Не научились до сих пор тирана. Летит этот патрон просто в сторону резко. Перед тем, как ты видишь, его кончается срок жизни. Как бы хоп, развёл и минимум юнитов погибло. Вообще шваркнуть хотят по ходу дела, да. Я вообще не понимаю, что за прикол. Как бы на ходу правила меняются или не меняются. Я не знаю, в чём там вообще прикол. Короче, Либераторы подлетают сюда. Либераторы подлетают сюда. Так, Оракул криво подлетел. Получил минкой в лоб сейчас. Ну тут Кванчи удачно в предыдущий раз подрался. Конечно, тиран действовал криво, нужно признать в этом направлении. А этому всё по всему, в этом плане подрешал врыв, во-первых, призна на мейн с этим варпом адептов. Плюс подрешало ещё то, что он здесь от дестабилизатора почти очень криво уворачивался. Получается, что они слишком большой дэмэдж нанесли ему. Дестабилизаторы, да, обычно тиранам жёстко бомбят. Но тупо убегать назад от них не помогает. Обычно я заметил, что всякие ютермалы стараются просто в сторону успеть разбежаться. То есть там проблема в чём? Просто нужно выбрать, в какую сторону попасть. И обычно как бы там меньше юнитов погибает, с чем ты просто отбегаешь. Продолжение следует... Ребятки, это 2-1 в пользу Кванчи. Вы сами всё видите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, делаю стоп-старт Кванчи. Сейчас я вернусь. Подожди. Скажи, что за дело. Продолжение следует...